Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. В этом ролике, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Какие жуткие места, реально существуют на нашей планете. 1. Змеиный остров. Там две змеи на квадратный метр. И там встречается островной Батропс, одна из самых смертоносных змей на планете. 2. Города, которые были затоплены для сооружения водохранилищ. Там под водой дома людей и кладбище. Так сделали озеро Лани в штате Джорджия. В нем ежегодно гибнет множество людей, и ходят городские слухи, что в озере обитают призраки. Это озеро основной источник питьевой воды, в центральном округе Атланты. 3. После просмотра фильма маяк я был бы в ужасе, если бы провел в таком месте хоть один день. Кусок скалы в открытом море и никого вокруг. 4. Остров Повелия. Он использовался как карантинная зона во время вспышек чумы. На острове полно массовых захоронений. Нам говорят, что там хоронили умерших. В некоторых местах почва, целиком состояла из останков сгнивших чумных трупов. В 1922 году, на этом острове построили психиатрическую лечебницу. Больные твердили, что их посещают призраки, но никто им не верил, потому что они психически нездоровы. Директор клиники покончил с собой, спрыгнув с колокольни. Сейчас этот остров выставлен на продажу. Он очень дешевый, хоть и находится всего в нескольких километрах от Венеции. 5. Канадский арктический архипелаг. Плотность населения 1 человек на 30 квадратных километров. Зимой часто бывает минус 50 градусов. Поселений коренных народов очень мало, а до существующих редко можно добраться по суше, только по воздуху. На ледяных полях встречаются трещины, глубиной до 50 метров. Самый северный национальный парк Кутенерпаак имеет площадь почти 40 тысяч квадратных километров. На такую огромную территорию приходится всего две станции рейнджеров. Они могут не поймать сигнал вашей аварийной рации из-за погоды, рельефа, солнечной активности. Вы предоставлены сами себе на этих просторах. И не забудьте крепить свою палатку стальными тросами, а то ветер унесет ее. Впрочем, все сказанное относится к любой снежной пустыне, будь то Канада, Гренландия, Антарктида или Русский Север. 6. Эверест. Его высота 8848 метров, над уровнем моря. Считается, что 8000 метров это верхняя граница жизни. Но я не имею в виду всякие микроорганизмы. На этой высоте, просто не хватает кислорода для нахождения там человека. У тебя столько кислорода, сколько можешь унести с собой баллонов, а пустыми баллонами там все вокруг завалено. На вершине обычно не остаются дольше двух минут. Оглядываются по сторонам, делают селфи и быстро спускаются вниз. 7. Меня очень пугают оставшиеся на земле изолированные племена. Сентинельцы ненавидят посторонних и пытаются убить любого, кто будет в их досягаемости. Много таких племен, живет в джунглях Южной Америки. Их наблюдают с вертолетов и при помощи дронов, но попытку войти в контакт дикари, воспринимают с разной степенью агрессивности. Считается, что сентинельцев не более 50 человек. Они явно вымирают из-за близкородственных связей. 8. Марианская впадина. Глубина 11 километров. Люди спускались туда, видели разных существ. Все, кто там обитают, находятся в постоянном мраке. Такая толща воды не пропускает свет. Вообще, если бы на дно Марианской впадины можно было поместить основание Эвереста, то его вершина оставалась бы на глубине больше двух километров. 9. Если вы боитесь кукол или манекенов, то в Финляндии есть поле, которое называется Молчаливые люди. Это поле усеяно манекенами, которые стоят лицом к дороге. При этом кто-то регулярно меняет на них одежду. Это выглядит реально крипово, особенно в сумерках. Из этой же серии остров кукол в округе Мехико. Этот остров можно посетить, если найдете лодочника, который согласится вас туда отвезти. Одно время на острове жил парень, который очень быстро стал суеверным. Размещать на острове старые и сломанные куклы, стал бывший владелец острова, который умер в 2001 году. После его смерти остров некоторое время был туристической достопримечательностью. Но местные очень суеверны, и мало кто соглашается отвезти любопытного туриста на остров. 10. Океан. Мы почти ничего не знаем о его глубинах. Предполагается, что в океане обитает от 100 тысяч до 10 миллионов, еще не открытых видов. Самое одинокое место тоже находится в океане, это точка Нема. Ближайшая от нее земля, остров Питкерн, население 50 человек, в 2700 километров. 11. Лес Хоябачу в Румынии. В этом лесу пропало много людей, среди них пастух Сатара из 200 овец. Посетители леса сообщают о странных приступах тошноты, беспокойство, а еще ощущения, будто за ними следят. 12. Самая жесть в глубине Австралии. Там нет связи, и если вы отправляетесь туда, никто не будет ждать от вас сообщений и звонков. Если ваша машина сломается, может пройти несколько дней, когда кто-то поедет по этой дороге и обнаружит вас. Там стоит ужасная жара, и вам потребуется огромное количество воды, чтобы не умереть. Скорее всего воды вам не хватит. В таком климате тело быстро разлагается, а его останки падальщики разнесут по всей округе. Вашу машину когда-нибудь найдут, а вас вряд ли. 13. Айки Гохара лес самоубийц в Японии. Очень странное место, куда раньше многие, отправлялись свести счеты с жизнью, а некоторые отправляются и сейчас. В настоящее время лес огорожен, на входе стоит охрана, которая пытается понять мотив посещения лесного массива. В лесу развешаны таблички, с номерами телефонов горячей линии помощи, склонным к суициду. В лесу постоянно сумрачно, туман, тишина и никаких живых существ. 14. Дорога смерти в Боливии. Эта трасса, прорубленная в скалах. Она соединяет города Короико и Ла-Пас, и другой дороги между ними нет. Дорога настолько узкая, что лишь в нескольких местах можно разъехаться со встречным автомобилем. Глубина обрыва около 600 метров. Ежегодно на этой дороге в среднем, 26 автобусов срываются в пропасть, гибнет больше 300 человек. 15. Когда строили Каховское водохранилище, затопили часть Никополя. То, что раньше было центром, сейчас называют старым городом, а новый центр примерно в двух километрах. В соседнем селе, в ясную безветренную погоду на дне водохранилища, до сих пор можно разглядеть старые дома. Выглядит все это достаточно жутко. Благодарим за просмотр этого ролика и просим подписаться на нас. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного.